Ролики В интернете то, что я снимаю, вы тоже ничего подобного не найдете Поэтому предоставляю вам свои ролики Пользуйтесь, как говорится, на здоровье Итак, поехали Ну и начнем с распылителя Параметры распылителя нашей форсунки Диаметр отверстий 0,45 мм Количество отверстий 10 мм И угол распылы 135 градусов Правда, иногда поставляется углом распыл 140 мм Но думаю, что это много не изменит Сейчас мы распакуем и посмотрим, что нам поставили в этот раз Ну, распылитель в пластмассовой запайке Ну, хорошо, что еще там немного есть какая-то смазка Это уже успокаивает Вот видите, параметры вы обозначены только на упаковке На распылителе никаких параметров я не наблюдаю Ну, сейчас я покажу вам 100 распылителей Здесь у меня это лежит Вот, бэушные Там все параметры все отлично просматривались Раньше выбивало Выбивали Все было понятно Как бы и уверен, знаю, что это распылитель с теми, с этими параметрами Сейчас положить что угодно могут в него, конечно В эту коробочку Ну, вот, пожалуйста, углом 140 градусов Скажу честно, с распылителями Г-70 Никогда проблем не испытывал Работают нехлопотно Многие стоят почти всю навигацию Не снимая Ну, главное вовремя Проверить и периодически делать регулировку впрыска Ну, примерную периодичность по технической эксплуатации Рекомендовано полторы тысячи часов работы двигателя Я с этим вполне согласен Проверена практика, это точно За это время пружина в форсунке слабеет И приходится периодически поджимать до требуемого давления А требуется где-то 200 Ну, по технической эксплуатации требуется 200 плюс-минус 5 килограмм в сантиметр в квадрате Ну, для тех, кто с Г-70 сталкивается впервые Не знаком с этим двигателями и форсунками Тем более его Скажу, что наши форсунки охлаждаемые Охлаждаемые топливом Ну, так как у нас температура ухладных газов при номинальной мощности двигателя 380 Плюс-минус 20 градусов по Цельсию Почти по 400 градусов Поэтому производитель посчитал необходимым сделать форсунки охлаждаемым топливом Ну, для того, чтобы форсунки охлаждались в топливной системе двигателя Имеется дополнительный топливный насос Который прогоняет охлаждаемое топливо через форсунки И небольшой холодильник, который, в свою очередь, охлаждается забортной водой Ну, наверное, в следующем выпуске будем говорить об этом Сейчас о распылителе Ну, поэтому, как видите, наш распылитель имеет свою особенность Два сквозных отверстия, через которые и проходит охлаждаемое топливо Для наглядности демонстрирую Из канала по форсунке топливо для охлаждения Выходит из одного отверстия распылителя И, пройдя вокруг распылителя, заходит в другое сквозное отверстие И далее, попадая через боковое сверление в центральный канал Над иглой получается И вместе с сочечным топливом Выходит из форсунки по магистрали Ну, дальше в холодильник Самое большое несквозное отверстие на распылителе Это для фиксатора Ну, а четвертое крайнее отверстие Для подачи топлива под иглу Для распыла Ну, а теперь разберем форсунку конструктивно На примере одной из наших До удобства я уже колпак приотдал Ну, чтобы его отвернуть Этот колпак потребуется немаленькое усилие Поэтому позже я вам покажу, как я это делаю Кстати, посадочное место у форсунки на конце колпака УГ-70, конусное И не требует никаких колец Поэтому из крышек они вынимаются Практически всегда без особого труда Ну, кроме распылителя Под колпаком есть уплотнительные Профильно-резиновые колечки Для уплотнения Ну, чтобы охлаждаемое топливо Не выходило из-под колпака Ну, и не забывайте про фиксатор Чтобы он у вас не потерялся Так как в большинстве случаев Он стоит свободно Ну, далее убираем центральный штуцер Чтобы разобрать остальное Выкручиваем стопорную гаечку Регулировочный винт Вынимаем пружину И толкатель Я разложил все элементы форсунки Как они должны последовательно стоять В принципе, как и у всех форсунок Практически одно и то же А поступление топлива Происходит через большой штуцер Форсунки Который имеет щелевой фильтр Хочу заметить Я уже говорил По предыдущему ролику Когда снимали инфодешную форсунку Я уже говорил Соблюдайте аккуратность При сборке форсунки Должна быть идеальная чистота Прежде чем ставить деталь В корпусе Обязательно Выполаскивайте В чистой солярке Чтобы никакая сориночка Не прилепилась К детали Ну, так как У нас диаметр отверстий В распыле 0,45 мм Никакая соринка Не пролезет А работе распылителя Может помешать Однозначно Механик Это тот же хирург Только по механизму Запомните это В данном случае Форсунку я не собираю Окончательно Просто показываю Порядок сборки Сейчас я вам покажу Как отрегулировать форсунку У меня вот В данном случае Есть форсунка С прошлой навигации Она отработала Порядка где-то Полутора тысяч часов Как раз Как видите Срабатывает Где-то на 175 Впрыск происходит На 175 Клограмм сантиметров Ну, для того Чтобы отрегулировать Форсунку Нужно открутить Центральный штуцер Ну, для этого Мне ее придется Переставить Специальное место Приготовленное На столе Так, откручивание Штуцера Требует все-таки Довольно-таки Хорошего усилия Ну, на столе У нас немножко Бардачок Так как стол Только-только У нас еще Оборудуется Мы его недавно Перенесли на это место Ну, поэтому Извиняйтесь За небольшой беспорядок Медное кольцо Под штуцером Нужно обязательно Будет отжечь При его постановке На место Для того, чтобы Расконтрить Регулировочный винт Требуется специальный Ключ Ключ трубчатый И придерживая Контролочную гаечку Отверткой Мы уже Регулируем Поджимаем Или ослабляем Как нам нужно Регулировочный винт Не вынимая Нашего тропчатого ключа Ну, в данном случае Я немножко Подожму Регулировочный винт А дам Уже посмотрим Что получится Ну, в будущем Мы предусмотрим Чтобы не переставлять Форсунку Туда-сюда Можно здесь Предусмотреть Ее прессовку Прямо на месте Если внизу Все предусмотреть Все емкости Все защиту От впрыска То можно и на месте Ее здесь Прессовать уже будет Вот вы слышите Характерный треск Как бы храп При срабатывании иглы Это нормальное явление Так и должно быть Ну, признак того Что форсунка работает нормально Как требует Техническая эксплуатация 200 Плюс-минус 5 Килограмм в сантиметр Так оставляем Придерживая Регулировочный винт Отверткой Мы закантриваем Трубчатым ключом Контргайку И штосер Ставим на место Уже Да, вот еще Обещал показать Еще обещал показать Как Откручивать колпак Форсунки Здесь мы сделали Небольшое приспособление Недалеко от стола Прямо на слонях У нас имеется Немножко Часть фундамента Освобожденного Вот мы Приварили Две Полтрубы Скажем так Вот я Отодвигаюсь в лань И у нас Свободный кончик Форсунки торчит С колпаком Спокойно Можно работать Отворачивать То есть Форсунка уже зажата Без усилий Без всяких Не надо никуда Ее зажимать Она стоит Мертва уже На месте Единственное Неудобство Что может Не попасть Поворот Ключа Ну Вроде как Попадал всегда Не знаю Вот сейчас Колпак накручу Для примера Посмотреть Как это наглядно Выглядит Вот она Свободно Выходит Своего положения Не надо Ничего крепить Никаких тисков Все очень Даже удобно И требуется Его только Ослабить Или затянуть Крутить Там не нужно Вот место Располагается Около двигателя Практически Здесь все рядом Здесь же Стол рядом И прессовочный Если есть Вопросы И пожелания Пишите В комментариях А так До новых встреч До следующих Ремонтов С вами был Андрей Клепко Редактор субтитров Редактор субтитров Редактор субтитров Редактор субтитров Редактор субтитров